В правовом государстве неприкасаемых нет и не должно быть. Хотя надо признать, что эта простейшая формула долгие годы была всего лишь ширмой, некой декларацией добрых намерений. Имеет ли моральное право защищать закон и правопорядок человек, который сам нарушает закон? Этот вопрос как будто бы не требует ответа, но до сих пор в нашем обществе его почему-то считали не совсем деликатным. Здравствуйте! Жесткая и принципиальная борьба с коррупцией сегодня уже, по сути, переросла в исторически осознанную непримиримую войну за выживание страны, за сохранение суверенитета и государственности. И в этом противостоянии нет никакого пафоса, высоких материй и надуманных предлогов. Все очень даже реально и оттого еще более сложно, чем, казалось бы, на первых порах. Эта борьба напоминает древнюю притчу о трехглавом драконе, когда на месте одной срубленной головы змея вырастают три новые. И кажется, что этому арифметическому прогрессу нет конца. Но гораздо сложнее бороться с закоренелой коррупцией и организованной преступностью, когда в рядах тех, кто призван вести эту неравную борьбу, вдруг оказываются такие же любители легкой наживы – коррупционеры и вымогатели. Председатель ГКНБ Камчевик Ташиев в ходе стихийной пресс-конференции в селе Урок, где идет строительство нового стадиона, поведал журналистам о некоторых результатах чистки собственных рядов. Если честно, журналисты были приглашены для ознакомления с началом грандиозного строительства новой спортивной арены. Но когда еще, если не сейчас, вы должны понимать, что мои коллеги перестали бы уважать себя, если бы не воспользовались случаем и возможностью задать генералу свои вопросы о коррупции, о борьбе с ОПГ, о возвращенных государству коррупционных деньгах и имуществе. Генерал Камчевик Ташиев рассказал журналистам обо всем по порядку, в том числе и о результатах чистки в рядах органов национальной безопасности. Так, по данным руководителя ведомства, в 2023 году 95 сотрудников ГКНБ получили различные дисциплинарные взыскания за нарушение законов, воинского устава, служебных инструкций, приказов. Уволены 33 человека. В отношении пяти уже бывших сотрудников были возбуждены уголовные дела. Но и это еще не все. С начала нынешнего года в ходе проведенных мероприятий были зафиксированы нарушения служебной дисциплины около 30 раз. В том числе пятерых сотрудников ведомства уволили. В отношении трех возбуждены уголовные дела. И в качестве наглядного примера глава ведомства сообщил о том, что буквально накануне, ночью, Государственный комитет по национальной безопасности совместно с военной прокуратурой задержал сотрудника органов национальной безопасности, капитана Дурусалиева. По словам генерала Ташиева, задержанный сотрудник долгое время занимался вымогательством и регулярно получал денежные средства от предпринимателей. И даже свой перевод из региона в центральный аппарат ведомства этот капитан использовал для получения дополнительной выгоды. Под предлогом своего повышения он поднял ставки на вымогаемые ежемесячно деньги, обосновав их тем, что ему теперь якобы надо делиться с более высоким начальством. Такая вот незатейливая метаморфоза. Мало того, что задержанный сотрудник нарушил закон, вымогая деньги, он еще и умудрился вымороть честь и достоинство всех своих коллег и в первую очередь руководителей, доверявших ему. Вот вам и вопрос. Имеет ли моральное право человек, приступивший закон, защищать законность и правопорядок в стране? Тут вам и ответ. Однозначно нет. Он не имеет такого права. Офицер, наделенный полномочиями защищать закон. Человек, призванный обеспечивать незыблемость права и надежность национальной безопасности. Сотрудник, осознанно вступивший на скользкую дорожку преступности, он нарушил не только закон, но и кодекс чести офицера. И этот промах, мне думается, самый неприглядный и непростительный его шаг. Он свидетельствует о глубочайшем нравственном падении человека. Органы национальной безопасности не устают бороться с преступностью, которая процветала все годы новейшей истории самостоятельного развития нашей страны. Эта архи сложно, хотя бы потому, что до сих пор, судя по всему, правоохранительные органы боролись с ней, как говорится, только для галочки, поверхностно, на уровне последствий. Больших людей, то есть богатеньких, буратино, так сказать, не трогали. Наверное, было выгоднее жить с ними в мире. Верхушку криминального мира тревожить было просто опасно для жизни. Известных политиков, чиновников верхнего эшелона власти тоже не трогали, потому что это было своеобразное табу. Своих не трогали тем более. Так мелочь, шушеру разную задерживали, кого-то судили, а иных отпускали за недостаточность улик или за отсутствие преступного умысла. Короче, была только видимость борьбы. Сегодня все по-другому. Борьба ведется на полном серьезе и без никаких условностей и табу. Потому что речь идет ни много ни мало об историческом выживании независимого Кыргызстана. О месте суверенной республики в мировом сообществе правовых государств. Речь идет о сохранении государственности и международного имиджа страны. И здесь уже, поверьте мне, не до своих и чужих, не до родственных отношений и друзей. Как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Поэтому, защищая закон и право людей на мирную жизнь, так важно не оглядываться на авторитеты, закрывать глаза на проступки своих коллег, делать снисхождение высоким чинам и известным политикам. Нет сомнений в том, что именно этим правилом и руководствуется глава ГКНБ Панчевек Ташиев. Всего вам доброго!